Бояться Сталина бояться Сталина Подробности автор Александр Трубецин Просмотров 47 так уж получилось, что 23 февраля, день Советской армии и военно-морского флота, расколол плавное течение думских заседаний Заседание 20 февраля проходило в обычном режиме, а 24 начиналось после обеда Пятничное началось выступлением от имени фракции КПРФ депутата В. Энтитюкина В преддверии Дня защитника Отечества депутат-коммунист предложил законодательно расширить понятие «защитник Отечества», чтобы люди, защищающие интересы Отечества, не лишались социальной защиты и заботы А вот к этим словам журналисты и депутата В. Энтитюкина, мне кажется, надо внимательно прислушаться, особенно сотрудникам СМИ Пора прекратить говорить об ополченцах Как в феврале 1918 года в боях против немецких интервентов родилась победоносная Красная Армия, так в февральских боях 2015 года против американскобандеровских интервентов утвердила себя в качестве грозной боевой силы Народно-освободительная Армия Новороссии На заседании 24 февраля обсуждался законопроект об отчете правительства РФ и информации Центробанка РФ о реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году Несерьезность этих отчетов перед Думой отметил наш депутат Б. С. Кашин Он напомнил, что и в правительстве, и в Центробанке, и в Госдуме правят бал «Единая Россия», а потому все эти разборки будут чисто декоративными, и они, собственно, такими часто и бывают Коллегу по фракции поддержал депутат Н. В. Коломейцев Он отметил, что декоративность наложена не только в духе, но и в букве закона Его надо сделать жестче, точно указать сроки и периодичность отчетов правительства, причем отчитываться должны первые лица, а не замы Нужны отчеты по существу, а не переливание из пустого в порожнее Близкой была тематика законопроекта об инновационном центре Сколково, по которому докладывал представитель правительства О. В. Фомичев и который касался включения в состав Сколково прилегающих территорий Простой и четкий вопрос на эту тему задал наш депутат Б. С. Кашин Сколкову уже пять лет, каковы результаты работы? Задали бы такой вопрос сталинскому наркому, о результатах пятилетки В зале тут же запели бы моторы рекордных самолетов, засверкали огнями новые электростанции Удивительные приборы показали бы земные и морские глубины Нарком достал бы из кармана образцы веществ с небывалыми свойствами А господин Фомичев, повторив несколько раз про Гамбургский счет Пообещал, что уж через 3-4 года будет что показать, а сейчас пока дополнительные земли нужны Сколько сейчас земли под Сколково и сколько земли предлагается добавить, перевести из аренды? Ну чтобы хоть масштаб представить? Это половина Московской области или как? Поинтересовался депутат В. С. Романов На первую часть вопроса представитель правительства ответа не дал, а на вторую ответил, что несколько гектаров Именно на эту расплывчатость и неопределенность ответа и указал выступление от фракции КПРФ В. С. Романов, имеющий опыт общения с советскими министрами и директорами крупных производств Он напомнил восторженные фразы тех, кто во главе с Д. А. Медведевым пробивал этот проект, а где результат? Пять лет – это больше, чем продолжительность Отечественной войны, где победная реляция о прорывах в технологии Вместо этого нам предлагаются новый законопроект, передача новых земель То звучит гектар, то десятки гектаров, и это в Подмосковье, где, как говорится, каждый метр золотом усыпан Осколково – это миллиардер Вексельберг, который свой бизнес ведет конкретно и цепко А депутат Б. С. Кашин совершил путешествие в прошлое Он напомнил, как пять лет назад публично, в телеэфире, спорил о Сколкове с единороссом Федоровым И как обещал тот единоросс, что через пять лет будет давать Сколково прибыль 250 миллиардов долларов Потом исправился – рублей Так где же обещанные миллиарды? Но когда единороссы смущались невыполненными обещаниями Большинство – у них, потому и прирезали еще добрый кусок подмосковной земли простому миллиардеру Вексельбергу На заседании же 25 февраля фракция КПРФ предложила депутатам поддержать заявление о необходимости возвращения городу-героя Волгограду исторического наименования Сталинград И о переименовании одной из центральных площадей или улиц города-героя Москвы С последующей установкой на ней памятника верховному главнокомандующему генералиссиму Суеве Сталину Вознаменование 70-летия победы в Великой Отечественной войне С докладом по этому вопросу выступил член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Ю.В.Афанин Выступление депутата Госдумы РФ Ю.В.Афанина – важнейшие сокровища каждого народа, его историческая память Эта память запечатлена в том числе и в названиях городов, улиц и площадей, в памятниках великим сынам и дочерям отчизны К сожалению, порой, преследуя корыстные политические цели, эту память пытаются стереть И тогда случается страшное Взгляните на нашу соседку – Украину В борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны она потеряла 8 миллионов человек, пятую часть всего населения А сегодня там тысячи людей маршируют по улицам с портретами фашистских палачей День создания ООП объявляется национальным праздником Почему это стало возможным? Потому что там заокеанским манипулятором почти удалось подменить историческую память целого народа Первую очередь молодого поколения Проект заявления, внесенный фракцией Коммунистической партии Российской Федерации Направлен на защиту исторической памяти России Это особенно важно сегодня, когда против нашей страны ведется информационная война Мы предлагаем от имени Государственной Думы поддержать необходимость возвращения городу-герою Волгограду исторического наименования Сталинград И увековечение памяти о Сталинградской битве генералиссимусе Сталине в нашей столице, городе Москве Это нужно было сделать давно Но почему сегодня это особенно актуально? Первое. Предлагаемые решения соответствуют чаяниям нашего народа Более 500 тысяч жителей Волгоградской области на народном референдуме в 2011 году поставили свои подписи под решением вернуть городу историческое название Возвращение городу на Волге имени Сталинград наилучшим образом подчеркнет неприходящее значение Сталинградской битвы Что касается фигуры генералиссимуса Сталина, то в многочисленных опросах общественного мнения его роль положительно оценивается значительным большинством россиян По данным свежего январского исследования Левада Центра, таких наших граждан насчитывается 52% Крымчане в этом году с удовлетворением восприняли установку в Ялте памятника Большой Тройке, Сталину, Рузвельту и Черчиллю Но на этом фоне тем более нелепым выглядит тот факт, что ни памятника, ни улицы Сталина нет в нашей столице В Москве, где Сталин провел всю войну и руководил обороной города, несмотря на то, что враг подошел к нему вплотную В Москве, где Сталин принимал исторический парад 7 ноября 1941 года, откуда он руководил всеми значимыми операциями Великой Отечественной войны и послевоенным восстановлением нашей страны Именно поэтому мы считаем необходимым к юбилею Победы решить вопрос о переименовании одной из центральных площадей или улиц столицы России соответственно в Сталинградскую площадь или улицу Сталина А также установить памятник Сталину на названной его именем площади или улицы Второе. Предлагаемые решения, наш ответ фашистской угрозе В мире поднял голову неонацизм Его омерзительный оскал мы видим сегодня на Украине Фашисты маршируют по городам Прибалтики Активизация фашизма требует решительного ответа А более мощных антифашистских символов, чем Сталинград и Сталин, на свете просто нет Сталинград – это город, давший имя переломной битве в Великой войне с фашизмом Сталин – это государственный вождь, под руководством которого мы сокрушили фашистские орды Возвращение Сталинграда на карту нашей страны и установка в нашей столице памятника Сталину – это предельно ясный ответ на фашистскую угрозу Это значит, что, как и 70 лет назад, Россия намерена решительно бороться с фашизмом Фашизм в России не пройдет Третье Предлагаемые меры – это наш ответ русофобам всех мастей В начале февраля было обнародовано обращение лидера нашей партии Геннадия Андреевича Зюганова В котором говорится об угрозе попрания нашей истории, в том числе и об опасности антисоветизма Там четко показано, что глубинной сутью антисоветизма является русофобия Ведь антисоветики фактически хотят зачеркнуть целую историческую эпоху, в которую русский народ и другие народы нашей страны совершили поистине великие дела Поэтому не случайно, что сегодня все самые ярые враги России являются одновременно оголтелыми антисоветчиками Все, от Саакашвили да Ироша А вот позицию России в мире поддерживают в основном левые, коммунистические и рабочие партии Иосиф Сталин для всех в мире во многом стал олицетворением советской эпохи Сталин – отец русского экономического чуда Ведь именно в годы сталинских пятилеток наша страна демонстрировала темпы экономического роста, не имеющие аналогов в мировой истории Именно при Сталине был выкован ракетно-ядерный щит, благодаря которому наши города они превратились в руины Отдать должное памяти Сталина – значит показать, что мы не будем отказываться от нашей тысячелетней истории В том числе и от ее советского периода Значит выбить из рук врагов России их важнейшее идеологическое оружие – антисоветизм Четвертое Предлагаемые меры укрепят международный авторитет нашей страны Гордое имя Сталинград понятно во всем мире Улицы и площади, названные в честь Сталинграда, есть в Париже, Бордо, Леоне, Болонье, Брюсселе и других больших и малых городах мира Жители многих стран часто даже не знают, что мы лишили свой героический город на Волге гордого имени Сталинград, под которым он прославился на весь мир Если им об этом рассказать, они, наверное, сильно удивятся, что мы так обращаемся со своими историческими символами Во всем мире этот город на Волге ассоциируется исключительно с именем Сталина и Сталинградской битвой Еще будучи студентом-историком, я прочел поразившие меня воспоминания французского писателя-антифашиста Жан Ришара Блока Он описывал то состояние безграничного счастья, которое он ощутил по окончании Сталинградского сражения Выступая по радио, он сказал так Парижане Три дивизии, которые брали Париж, больше не существуют Они полностью уничтожены под Сталинградом Русские отомстили за Францию Сталинград отомстил за Париж В мире немало географических объектов, названных не только в честь Сталинграда, но и в честь самого Сталина Сталинроуд и Сталиновеню есть в Англии Улицы и парки имени Сталина есть в таких крупнейших странах мира, как Индия и Китай Во всем мире помнят о подвиге советского народа под Сталинградом, о великой роли Сталина в войне, которую вынуждены были признать даже такие заклятые друзья СССР, как Черчилль и Рузвельт А мы стерли имя Сталина с карты нашей страны Уважаемые депутаты Принять наше предложение, значит подать всему миру четкий сигнал Мы не собираемся переписывать свою историю по указку антироссийских идеологов Мы не собираемся каяться за преступления, которые наша страна не совершала Мы никому не позволим требовать от России выплаты каких-то контрибуций за мифическую оккупацию Мы не дадим переписать великую и трагическую историю ХХ века, в том числе и историю Второй мировой войны Мы верны памяти миллионов наших соотечественников, отдавших жизнь за великую победу Мы верны ветеранам Великой Отечественной, для многих из которых лучшей наградой к юбилею победы будет возвращение ее великих символов, за которые они проливали кровь в годы войны Прошу поддержать предложенный нашей фракцией проект заявления Р.С. Итог голосования, 94 голоса, за, 52, против, 1, воздержался Депутаты от Единой России в голосовании не участвовали Предложение не прошло